Для меня, если честно, курение – это больная тема, потому что сама не курю. У меня очень много курил мой папа, и сколько бы ему ни говорили, что нельзя, это вредно, ничего хорошего. Вот эта привычка с молодости очень пагубно отразилась на его здоровье. И все закончилось очень плохо. Поэтому мне кажется, что то, что сейчас пытаются сделать, ввести вот эти запреты, это действительно крик такой о том, чтобы люди услышали, что это не просто так, говоря о том, что не надо, но это вредно. Это просто действительно, я считаю, стараются защитить людей от этого. Конечно, если человек хочет, он в любом случае найдет, даже если полностью запретят, это понятно. Но мне кажется, нужно услышать вот этот призыв, потому что, вот честно, я не переношу, вот я на дух не переношу сигаретный дым. Я не могу, когда вот даже в соседнем зале я чувствую, все, мне просто становится плохо, я не могу. У меня моральная аллергия на этот дым. И когда у меня ребенок, он тоже где-то видит, естественно, я вот сама вожу машину, я вижу, что люди даже в машине курят. Там, видимо, перед работой или перед чем, пытаются накуриться там, пока доедут до тех мест, где это запрещено. Вот, и ребенок это видит, он пытается имитировать, там, как-то берет, там, типа, он такой. Не знаю, это просто я стараюсь привить, что это очень вредно, что это нельзя. Стараюсь показать на каких-то примерах. Я не знаю, просто надо, наверное, прежде всего задуматься о своем здоровье и здоровье окружающих, потому что это не только для тебя, да, как бы вредно, то есть это распространяется на окружающих людей. Поэтому я думаю, что то, что нельзя, лучше не пробовать.